Всем привет! Меня зовут Дмитрий Романов. Я являюсь бойцом Бойцовского клуба Старта Эжен-Сим города Витебска. Как вам известно, у меня прошел бой. Я как бы долго думал, что сказать вообще, потому что бой прошел не слишком так, как я хотел, так как тренер хотел, но как получилось. Не скажу, что я не был готов, потому что я был готов на сто процентов к этому бою. Скажу так, что не было просто настроя, как на предыдущих боях. У меня настрой один вышел и убил просто, а сейчас у меня его просто не было. Хотя был готов и физически, и функционально, то есть у меня полностью была подготовка, то есть на высоте. Но сам себя не настроил, вот к чему это привело. Так что как-то так. Если оценивать соперника, в чем он лучше, я так скажу то, что то, что я ничего не показал, а соперник, в принципе, ничего не показал. То, что он делал свою работу, я делал свою, но он просто сделал свою работу лучше. Лучше меня, и все. Он не показал там супер каких-то приемов, там супер какой-то атаки, там ничего такого. Все как обычно он делал, он просто сваливал, сидел в гарде просто и наносил удары. Все. То есть не было таких, так видите, все чистые, то есть не было таких там серьезных ударов, там. Мог выиграть, но не было настроя. Хотя хотелось, но явится. Без поражений не бывает побед, так что это еще не закончено ничего. По сопернику скажу так, что когда проходил в ноги, то есть почему не мог выбраться из него, то есть скажу так, что как бы опыта поменьше у меня было. Потому что все прекрасно знают, что человек, который борется лет десять, тяжело отдать ему хорошую борьбу тому человеку, который борется два месяца. То есть вообще в сути даже, если так сказать. Вот. Просто он был по-опытнее именно в этой сфере, то есть именно в борцовской сфере. А так как все знают, что я как бы ударник в основном, вот. И борьбу я подтягивал, я подтянул ее хорошо, то есть. Но недостаточно для того, чтобы дать ему хороший отпор именно в той сфере, в которой он двигается вообще-то. Так что вот так вот получилось так. В третьем раунде был такой, да, момент, что он сидел в гарде, но у меня получилось, получается, перевести вот на низ и оказался я у него за спиной. То есть и там уже, почему, многие зададут вопрос, почему не задушил, хотя был шанс, вот. Скажу так, что в третьем раунде не скажу, что у меня сил не было. Просто соперник грамотно защищался в этой теме. То, что и бороду поджимал, чтобы я не давал мне заправить руку, чтобы я его задушил. Скажу, что силы были, но просто соперник грамотно защищался от себя, скажу так, что я ничего не показал. Сам собой вообще категорически недоволен. Хотелось бы сохранить этот ноль в таблице подольше, но получилось, как получилось. После боя сейчас взял перерыв недельный, небольшой, чисто отдохнуть, восстановить силы. Потому что лагерь у нас был тренировочный, там около четырех месяцев и тяжело. Так что отдохну, побудусь с семьей, встречу Новый год. По планам на будущее. Есть планы, есть бои, но пока я не уверен. И хочется, чтобы они сбылись, пока не буду афишировать. Там вы знаете, что я поищаю всех в своем инстаграме. Так что я думаю, вы первого их знаете и первого услышите. Так что ждите боев, все будет четко. Как бы от себя лично скажу. Потому что поражение это не повод опускать руки. И наоборот, только больше работать, тренироваться. И доказывать, что ты лучше. Лично у меня в планах тренироваться дальше. Выступать и доказывать всем, всему миру, что я чемпион просто и все. Хочу пожелать всем встретить хорошо Новый год. Здоровья всем. Подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что там, там первая, вся информация выскакивает. Потому что я всегда вылаживаю. Как только бои, сам узнаю, сразу же вылаживаю, что у меня в преддверии. Так что я первый узнаю, а вы первые увидите. Так что всех добра. Обнял, приподнял. Всех люблю.